Балахна снова прославилась на всю Россию. То там депутат Госдумы Вазелин подарит главе района, чтобы готовился к визиту губернатора, то вот теперь к 140-летию со дня рождения Сталина. Самый креативный плакат вывесили на местном заводе. Плакат облетел все крупные соцсети и информагентства России. Люди боялись его и, наверное, увидят такой портрет, испугаешься, пойдешь работать в два раза быстрее. С появлением плаката у нас появилась какая-то мотивация в труде, спочелность коллектива. Это некая аллегория, это просто некое сравнение, чтобы молодежь, ну, современное общество, чтобы оно понимало сюжет этого плаката, этого баннера. Терминатор, ну, достаточно удачный образ, I'll be back, мы говорим, что это как бы возвращение из прошлого. Мы решили узнать, как же относятся к такому креативу ярые сторонники Сталина и ярые его противники. И оказалось, что и коммунисты, и либералы сходятся в негативной оценке. Личность не то, что даже неоднозначная, это личность резко негативная, да? Не стоит как-то культивировать его образ в обществе как героя, как положительного персонажа. За Сталином стоит много жертв. Конечно, оскорбляет. Зачем это делать? Значит, подражать вообще американизму, как у Чернобырдина. Видно, хотели как-то что-то, а получилось, как всегда, поганенько. Кстати, как сообщает информагентство, Балахнинский Сталин-Терминатор – самый большой плакат Сталина в России. Продолжение следует...